Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня мы снимаем в Европланте, в Порошкино, в садовом центре. И у нас гость, которого не было у нас с прошлого года, это Ольга Чененкова, питомниковод, ландшафтный дизайнер. Мы обещали с ней снять материал, я думаю, что будет даже цикл роликов про органическое земледелие, про органическое садоводство. Здравствуйте, Ольга. Да, здравствуйте. Андрей, давно не виделись. Да, очень рад вас видеть, кстати, замечательно выглядите. Спасибо. Я смотрю, да, за зиму все-таки немножко отдохнули, поднабрались немножко, я думаю... Телились, да? Да, какой-то энергии, да, пока лежат сугробы. Я думаю, что у нас сейчас будет самое время пообщаться вот на ту тему. Нам неоднократно приходило очень много вопросов, потому что всем интересно и как бороться с тлей, и как правильно вносить подкормки, удобрения. И, наверное, я думаю, что мы с вами разобьем этот материал на две части. Поговорим отдельно про подкормки, про питание для растений и отдельно про защиту. Я согласна, конечно. С чего начнем? Думаю, с питанием. С питанием. Ну, питание, да. Важнее, наверное, чем защита. А то, что будем защищать, да? Да, сначала покормить, потом защитить. В банке попарить, да. Все правильно. Давайте тогда начнем с того, да, чем кормим растения в саду, правильно? Давайте мы, во-первых, вначале ограничим эту тему таким моментом, что мы сейчас говорим с вами о декоративном саде, не о сельском хозяйстве, да, а о декоративном нашем саде с элементами плодового сада, с небольшими огородами, то, что у нас обычно у всех и бывает. Потому что сельское хозяйство – это отдельная очень сложная тема, это производство, и там другие законы, другие требования. С чего хочется начать? С того, что минеральное питание никто не отменял. И это заблуждение, когда считают, что в органическом земледелии эти знания не нужны, и они были все неправильны, и от них надо полностью отказаться. Никто не отказывается от бочки Либиха. И, естественно, что все, что открыли биохимики за этот век, оно все очень ценное и требуется растениям обязательно. Но при этом почему-то забылась та теория, которая существовала еще до вот этой поголовной химизации. Ведь еще мы должны помнить, что в конце буквально 19 века, начало 20 века, буквально там ровно 1900 год, когда Иван Овсинский написал свою книгу, интересную по поводу альтернативного видения земледелия, то, что надо растениям. И как раз все постулаты современного органического земледелия там уже были. И в советское время очень многие биологические препараты уже были разработаны. Те, которыми мы сейчас тоже пользуемся, те же азотобактеры, те же фосфорные бактерии, они уже были. Но действительно подход к питанию растений через внесение минеральных удобрений, он оказался настолько прост и настолько технологичен, что было очень важно для сельского хозяйства, что, конечно, это как бы отодвинуло тему органического земледелия в сторону. Потому что казалось, а зачем вот так вот заниматься такой сложной агротехникой, там чего-то другое изучать, когда вот тебе все, наука дала тебе в руки такой инструмент, только пользуйся. Но, как оказалось, у растений, которые эволюционировали миллионы лет, до того, как мы вообще придумали минеральное удобрение, и почему они эволюционировали не сами по себе, а в сообществе, других организмов. Ладно бы, если бы сами по себе. Сейчас даже бытует такая, не бытует, а сейчас новый подход к эволюции, к теории эволюции Дарвина, который говорил, что в борьбе с существованием идет эволюция вида. Сейчас разговор идет об эволюции сообщества видов, именно как единого сообщества видов. Это позволяет им осваивать какие-то новые экологические ниши, тот же выход растений на сушу, вряд ли бы они сами смогли бы выбраться без помощи тех же, например, грибов, которые выходили вместе с ними. И это позволяет также быть каким-то единым организмом, в том числе и в вопросах питания. Если мы посмотрим, наше растение кормится в почве, прежде всего, это примерно 80-90% элементов питания растения получает из почвы корнями, оно так приспособлено. Вот эти все вне корневые подкормки, ну, это такая небольшая коррекция. Основное питание идет корнями. Ну, и еще плюс, естественно, фотосинтез. Это немножко другой процесс. Поэтому важно посмотреть, а что же у нас есть такое в почве, что позволяет растениям питаться без наших с вами подкормок минеральными удобрениями. Ведь мы видим, в лесу все растет, и не только в лесу, и декоративные растения. Я по своему собственному опыту могу сказать, что действительно все растет, даже если мы это не кормим минеральными удобрениями. Но мы к этому еще немножко вернемся попозже. Итак, первая, естественно, большая группа – это бактерии. Мы их знаем, да, мы видим препараты, которые теперь в большом количестве уже продаются в наших магазинах. В основном это сапротрофы. Это те организмы, которые минерализуют органические остатки в почве и таким образом приводят их в то состояние, которое уже могут получать растения непосредственно из раствора в почве. Ну, это как персерменты, которые человек употребляет. Примерно так же, наверное. Ну, наверное, да. Но тут надо сказать, что они же не альтруисты, они же не для растений это делают. Они это прежде всего делают для себя. И это надо учитывать. И если мы, кстати, даем им минеральную подкормку, они тоже прекрасно ей питаются, им это тоже нравится. Потому что им тоже нужен и азот, и фосфор, и калий, им нужен для построения своих собственных тел. Поэтому вроде так как бы и несостыковочка такая есть, да. То есть мы вроде бы и их кормим, но не растения в этом случае. И тут интересно тогда еще вспомнить о таких бактериях. Это как азотофиксирующие бактерии. Это очень интересная большая группа. Мы с вами еще там со школьной скамьи знаем, что есть клубеньковые бактерии у бобовых. Они же есть у ольхи, они же есть у облепихи. Точно такие же, только другой род бактерий находится в клубеньках. Они действительно способны усваивать атмосферный азот. Так подумаешь, а почему сами растения за такую долгую эволюцию не научились сами использовать этот свободный азот, которого в воздухе полно. Но, видимо, нужны настолько сложные ферментативные аппараты, что растениям было невыгодно, имея рядом таких помощников, с которыми они вместе эволюционировали, брать эти гены на себя в процессе эволюции. Они всегда есть рядом. В том числе и свободно живущие бактерии, такие как азотобактер, например, который не связан ни с какими клубеньковыми образованиями на корнях растений. А последнее время, буквально год назад, я читала, что в Вашингтонском университете нашли уже таких эндобактерий тоже, которые способны сами усваивать азот из атмосферы, которые находятся прямо в ветках, например, такого дерева, как тополь. Мы знаем, что тополь очень быстро растет. Вот за счет чего он получает такую энергию, мощную рост? И как оказалось, в том числе за счет фиксации азота из воздуха вот этими бактериями, симбионтами уже прямо в ветках. И вполне возможно, что таких растений гораздо больше, чем мы себе это представляем. Причем они брали этих бактерий, грубо говоря, наращивали их, брали много воды такой, опускали туда сеньцы и растения сельскохозяйственной культуры, те показывали сразу же гораздо больший рост. То есть это еще одна технология, которая, возможно, скоро появится. Еще большая интересная группа, которая относится к бактериям, обитающим в почве, это актиномицеты. Их раньше относили к грибам, но на самом деле это прокариоты, это бактерии. И как бактерии, они тоже не любят подкисление почвы. То есть тут все то же самое. Но чем они интересны? Во-первых, они имеют очень мощную базу ферментов, которая позволяет им растворять лигнин, который уже никто не хочет обычно с ним связываться. Это сложная трехмерная молекула, ее трудно растворять, перерабатывать. И вот этим занимаются актиномицеты. Это одна их сторона. Вторая их сторона, они выделяют очень много антибиотиков в почве. Те антибиотики, вот мы знаем, стриптомицин, тетроциклин, это вот их работа. При этом они просто выделяют очень много активных веществ, которые являются и витаминами, и могут быть и гормонами для растений. Самое главное, они являются природными фунгицидами. Они подавляют действие патогенной всякой флоры, которая находится в почве. И, кстати, про сапротрофов мы забыли с вами отметить, что пусть даже они, в общем-то, может быть, сами там много чего уж и не выделяют такого, которое позволяет им защищать наши растения, но мы с вами вносим сенную палочку в больших количествах. Именно с этой целью. Почему? Потому что они являются конкурентами в почве за продукты питания, конкурируют с патогенной микрофлорой. И чем больше у нас будет сапротрофов, которые нам полезны, тем меньше будет в почве патогенов. Дальше большая группа – это, конечно, грибы. Мы знаем и свободно живущие грибы. Мы сейчас не берем вредителей патогенов. Все знают слово микориза и что это хорошо. Конечно, да. И ее так много. На самом деле это микориза. И она сейчас уже достаточно неплохо изучена, что есть разные группы микориз. То есть мы знаем реку, одну группу, которая присуща для вересковых, для брусничных она больше, вот к северным регионам. Дальше – это эктомикориза. Это наши с вами грибы, которые мы собираем. Это плодовые тела. Они образуют очень такую серьезную микоризу. Это такой чехол вокруг корня, который его, опять же, защищает. Это резоморфы очень крупные, как корни, образующие… Ну, подобно корням, да, отходят такие большие мощные тяжи, которые уходят гораздо дальше, чем корни самого растения. Чем вообще важна микориза? Ну, и плюс еще арбускулярная эндомикориза, которая присуща более южным регионам. Она есть и у травянистых растений, и она может быть и у многих сельскохозяйственных растений. То есть не только грибы, не только кустарники и деревья обладают этой способностью. Есть, правда, группы растений, которые имеют очень мощную мочковатую систему корневую, и они обходятся без микориза, например, капустные. Тоже интересный такой факт. Чем важна микориза для растений? И почему они идут на этот симбиоз с ними? На самом деле они же очень много и отдают этим грибам. То есть вот эти элементы, продукты фотосинтеза, углевода, сахара, они примерно от 20 до 40% отдают микоризе. Что они получают? Они получают фосфор из почвы, которые сами получить не могут. Он находится в труднодоступной форме в почве, и его там очень много. И они получают и азот, кстати, потому что если гриб дотягивается до возможности найти азота, то он его тоже частично передает растению. И то же самое главное – это вода, бесспорно, в засушливых, в том числе, регионах. Они позволяют дереву получить очень много воды. И следующий момент – это, опять же, как и все грибы, это очень сильная ферментативная активность. Они выделяют потрясающее количество различных веществ в почву, которые защищают растения. И это и гормоны, которые влияют на рост растений. В том числе, потому что даже этот гриб, он заинтересован, чтобы растение хорошо фотосинтезировало. Он ему вполне может помогать расти, быстрее дорасти до солнца, тому же дереву, потому что он получит больше сахаров обратно. То есть все эти вещи вполне могут быть взаимосвязанными. Ну, то есть, по сути, это обмен метаболитами получается. Все правильно, да, да, полный обмен метаболитами. О чем идет речь? Что эволюция шла, это именно сообщество эволюционировало. И это все работает как единый организм, который имеет единую метаболическую систему. Они, естественно, не как органы в теле, да, уже высших существ. Они не столь специализированы. Хотя очень часто микоризу нельзя вырастить отдельно от хозяина. Не получается, да? Вот и такие есть моменты. В то время как растения мы можем, в общем-то, большинство выращивать и без микоризы. Конечно. И есть такой момент, что если мы начинаем активно кормить минеральными удобрениями, например, фосфором, растение перестает образовывать симбиоз с грибами. Ему это становится не надо, да? Но при этом, смотрите, вроде бы и слава богу, да, но еще мы можем спокойно взять и покормить. Но мы тогда теряем с вами на защите растений сразу же. Потому что в почве начинает поднимать голову патогенная микрофлора. Та, которая обычно подавляется теми же выделениями грибов. То есть обратите внимание, что растение в ходе своего эволюционного развития оно научилось своими сахарами. То есть благодаря вот этой фотосинтезу, которая когда-то произошла там миллионные лет назад, научился руководить в этом сообществе. Он может привлекать в свою ризосферу, это примерно 3 мм вокруг корневого волоска, привлекать туда те бактерии, которые им нужны, и подкармливать их сахарами. Он через нектары привлекает насекомых опылителей, через плоды привлекает млекопитающих. И тут, кстати, даже хочется сказать, что, в общем-то, и мы с вами подсели на это, правильно? Да еще похлеще, потому что уж что мы садоводами делаем вокруг растений, и как мы их лелеем, и не наступает весна, мы уже бежим их обрезать, и что только готовы делать. Поэтому, на самом деле, вот в этом сообществе действительно доминируют растения, которые вот он может и руководить, и может, кстати, и подавлять, выделяя, считается, фенольное соединение более токсичное, если какая-то группа бактерий слишком активна, а ему уже в этот период это не надо, он может подавлять их развитие и, наоборот, привлекать других. То есть вот есть такое сейчас мнение в науке по поводу этого процесса. А стоит ли нам вмешиваться в этот процесс вообще? Вот к чему. Вот, и в том-то и дело. Да, действительно, послушав всю вот эту теорию, это такое логичное, пока, видите, все логично. Пока все логично, и кажется, что вообще нам ничего не надо делать. И кажется, лучше отойти в сторонку. Да, и я думаю, что то, что касается растений нашей зоны с вами, так оно и есть. Я думаю, что мы с минеральными удобрениями можем только навредить. Это примерно, наверное, как и врачи, когда вот они таблетки выписывают, они думают. Безусловно. В чем больше будет вреда, дать таблетку или оставить то, как есть. Потому что польза дело такое относительно. Конечно. Так же и у растений. То есть что лучше, дать им эти минеральные удобрения, не понимая, сколько им надо в этот момент точно, да, и тем более какие тут потери этих минеральных удобрений. То есть, скажем, когда мы осваиваем новые участки, тут надо обращать внимание, во-первых, на наши материнские породы. Вот если, ну, мне легче говорить про наш регион, да, это Выборгский район, северо-запад Выборгского района, мы там живем на гранитах, люди суровые. Граниты наши трещиноватые в нашем, по крайней мере, на нашей территории образуют такие возвышенности сельги гранитные. Они легко разрушаются. И мы видим, что в основном наши грунты, это примерно две их апостаси. Первое, это наверху холма песчаные каменистые, да, достаточно пустые. А второе, это у нас глинистые грунты, куда уже смывают по этой скале, то, что везде внизу скала, смывают более тонкие частицы слюды. Но если мы берем химический анализ этих наших гранитов, то получается, что в них помимо алюминия, кремния, есть достаточно калия, ну, относительно достаточно калия, да, есть много железа, много марганца, есть немного кальция, ну, еще меньше магния, есть даже следы фосфора. Это вот то, что есть. Довольно-таки много, в принципе. Нельзя назвать это бедными почвами. Без спорта. Нет, это, конечно, бедная почва, но это вот уже то, что есть в материнской породе. Мы с вами еще при этом не учли то, что есть в органических остатках, которые образуются от растений, которые здесь произрастают, да, круговорот веществ в природе никто не отменял. Это же, мы, слава богу, не поселяемся после вулкана, да, на чем-то. Мы уже вот с вами получаем участки, где когда-то какая-то растительная жизнь была. Еще надо сказать, что мы часто вот работая, сколько бы мы не завозили суглинистых грунтов на свои объекты, а нам всегда обычно требуются суглинистые грунты, суглинки, они всегда были зафосфачены. Всегда. Причем зафосфаченность была такая, что вот, ну, на пределе, когда их можно уже использовать, потому что мы все время возили грунты на анализ, если вот получали такой результат. Единственное, что хорошо, естественно, мы в процессе работ их разбавляем песками, торфами, поэтому эта зафосфаченность, да, уже уходит. Получается, что нет надобности кормить фосфорными удобрениями, это даже уже будет вредно кормить фосфорными удобрениями. Ну, да, как правило, же люди не делают такого анализ. Конечно, конечно, так. Ну, почему земля берется в основном с сельхозполей бывших? То есть за время советских времен столько было внесено суперфосфата, как минимум, да? А фосфор, он мало мигрирует в почву, он в основном вообще переходит из того, что мы вносим фосфорных удобрений в почву. Реально растение получает, ну, дай бог, там процентов, хорошо, если 40. Остальное все, либо это организмы бактерий, да, но больше всего это уходит в трудно растворимые вещества и встраивается там и в кристаллическую решетку глинистых грунтов, и так там и остается. Их оттуда могут вынимать только микроорганизмы и грибы, большей частью грибы, растениям это сложно. Они, возможно, и могут, но им это сложно. Почему им и нужно, и микориза нужна, и бактерии нужны. Кстати, вот, извините, я еще забыла сказать про такую очень важную группу живых организмов в почве, которая как-то мало говорится, это простейшие. Те же самые вот амебы, инфузории, жгутиковые, они все хищники, и они питаются бактериями. То есть наши бактерии, сапротрофы, скушали много переработанных веществ полезных и накопили в своих телах. Но как их дать растению, особенно азот? Но все простейшие, как животные, как и мы с вами, мы не можем внутри своих цитоплазмы держать такой уровень азота, как у бактерий. Мы его должны выбрасывать наружу. И он идет как раз как аммиачное соединение. Получается, что простейший СЕФ в зоне корня, в зоне ризосферы бактерий, выделяет, а у них это все просто, практически одновременно, не выделяет лишний азот как раз к корням этих растений. Вот такая тоже интересная цепочка событий, которые происходят. И выделяют уже в той форме, в которой отлично усваиваются растениями. И по поводу, соответственно, надо ли нам их кормить. Получается, что если мы с вами сажаем культуры, которые требуют более, конечно, высокой дозы питания. Вот на наших северных почвах, где конкретно у нас в районе листовой опад, естественно, небольшой. И в основном это хвоя разных хвойных растений. А она бедна элементами питания. Хвойные растения стараются забрать ценные элементы питания в древесину, перед тем, как сбросить хвою. И плюс не такая уж большая толщина корней. Поэтому сами почвы, которые есть, реальная почва с гумусом, несмотря на очень хороший процент гумуса, потому что гумус, образующие растительные остатки, они очень грубые, и они пригнивают медленно. Это мы с вами еще, может, подойдем к вопросу о компосте как раз. Какой должен быть компост, чтобы питать растения, и при этом, чтобы не терять плодородие и почву. Получается, что на таких грунтах, конечно, растения имеют смысл подкармливать. Другое дело, как подкармливать. И другое дело, нужно ли всех подкармливать. Потому что в основном растения в наших, особенно, районах, они, уж так получилось, они развивались на фоне дефицита элементов питания в грунтах. И если мы их начинаем активно кормить, им нет смысла развивать корневую систему. Особенно деревьям и кустарникам. Корневая система растет, у нее есть химотаксис, она тянется к тем элементам питания, то есть она освоила эту почву, ей надо идти дальше, она пытается найти. Если мы начинаем их активно кормить, то корневая система находится фактически в том же объеме, который есть. И это растение становится уязвимым. Дальше к неблагоприятным факторам среды, которые у нас, естественно, зима холодная, либо там сильные дожди. Это одна сторона. Вторая сторона – древесина у растений. Когда они растут при избыточном питании, или даже просто полном питании, а не усредненном питании, как привыкли большинство растений дикой флоры, даже к древесине становится менее плотной. А это, опять же, уязвимость их и морозобоины, и вредители, и все, что хочешь. И патогенные организмы. Поэтому даже с этой точки зрения увлекаться минеральными питаниями не стоит на своих участках. Но если вы выращиваете, конечно же, большое количество роз, которые обильно цветут, либо вы выращиваете какие-то огородные культуры, даже плодовые яблони не требуют такого кормления, иначе они будут просто гнать там вегетативные побеги и не будут давать хороших плодов. То есть какие-то отдельные растения, я уж не говорю про томаты и огурцы, естественно, что их придется подкармливать, и придется хотя бы корректировать минеральное питание, которое есть в почве. К тому же надо обратить внимание, что у нас холодно и кисловатый грунт. Поэтому чисто бактериальная составляющая наших грунтов, она менее активная, и у нее очень короткий период, когда она может быть активна по температурам. Обращали внимание, что все бактериальные препараты всегда пишутся для них оптимальный плюс 18-20 градусов. Поэтому они чаще все-таки у нас находятся в состоянии покоя. И на первые роли выходят грибы тогда. Вот со всех этих точек зрения, да, минеральное питание может быть необходимо в определенных случаях. Но есть такая, кстати, теория, как вносить эти удобрения, которые мы хотим. Все-таки мы видим, что растению, возможно, что-то не хватает, и мы хотим его подкормить. И при этом не угнетать почвенную флору и вообще не нивелировать этот процесс образования той же Микоризы, да, вносением поверхностным везде удобрений. Была разработана, была хорошая работа, диссертация, написанная Трапезниковым. Работы велись, по-моему, в Уфе. Очень интересная работа по локальному внесению минеральных удобрений. И он доказал в своей работе, он, правда, работал с сельскохозяйственными культурами, вот там и злаки были, и овощные были культуры, то есть ни деревья, ни кустарники, но это спокойно можно и на них переводить, что растения не страдают от локального внесения удобрений. Наоборот, они прекрасно их усваивают, и они образуют высоко солевые корни специально в этой зоне, которые не страдают от высокой концентрации, да, вот этой минералов в данной точке. То есть получается, что корень сюда растет, вот он находит, в принципе, по химическому составу вообще все грунты гетерогенные. То есть нельзя сказать, что они у нас все абсолютно одинаковые. Конечно, да. Где-то есть, скажем, послась корова, да, и тут у нас есть хороший источник азота. Безусловно. Да, ведь растения не погибают. Поэтому и нет универсальных каких-то советов. Да, да, да. То есть, как оказалось, растения способны перестраивать свой корень, да, и по всей видимости меняется состав цитоплазмы, потому что мы знаем, что, например, те растения, которые растут по берегам морей, где высокая соленость, у них совсем другой состав цитоплазмы. Она более соленая, скажем так, цитоплазма, и осматическая, за счет разницы осматического давления, не попадают лишние соли, и растения не страдают. Точно так же, наверное, происходит и в этих клетках высокосолевых корней. Особенно густая сетка образуется при азотных удобрениях. Там были фосфоры, калии, уже они такая поспокойнее, они не так, видно, опасны. Другая же часть корней у растений уходит в поисках воды. В итоге растение вообще не страдает. Не страдает и почвенная биота, которая тут находится. Вот этот пример, мне кажется, можно спокойно нам использовать при необходимости, в том числе и у нас на северах. Но, что хочется сказать, при этом, конечно же, на таких почвах, как у нас, просто вот взять и начать выращивать, как часто мы встречаем, например, в работах у первокультурщиков, что можно и на песке все вырастить, только побольше органики клади. Все-таки, когда мы поняли, что мы имеем у себя на объекте непосредственно, дальше мы должны понимать, все-таки надо вначале привести почву в правильное физическое состояние, так, чтобы в ней был воздух, как минимум. Но это то, с чего надо начать. То, с чего надо начать. То есть должны быть, конечно, суглинки. Как бы там ни было, суглинки – это все-таки самая плодородная основа для любых почв. Если мы берем с вами черноземы, это суглинки, богатые органикой. Соответственно, после того, как мы с вами глины превратили в легкие или средние суглинки, а пески, наоборот, насытили этими глинами, убрав лишний песок, то, что мы часто в итоге у себя делаем, дальше мы должны внести туда органику. Потому что органики нашей природной обычно не хватает. У нас небольшой опад листовой. И поэтому наша задача для того, чтобы нам, как правильно говорится, не столько выращивать растения, сколько выращивать почву, и подкармливать эту биоту. Если мы кормим эту биоту, она накормит наши растения. Это внесение, достаточно регулярное внесение органики на почву. Не в почву, а на почву. Ну, как в лесу подстилка. Как в лесу подстилка, потому что для правильной ее переработки, чтобы у нас не образовывался островый силос, нужен воздух. А воздух у нас как раз поступает сверху. И корням нужен воздух. И мы сейчас об этом тоже поговорим, наверное, что мульча, она выполняет очень много функций. То есть это органика, которую мы вносим сверху, она сразу же работает многими ипостасями. Это и питание при ее минерализации, это бесспорно и сохранение влаги в почве. И не просто ее сохранение, а в засушливый период она за счет конденсата, поскольку почва теплее, да, воздух... Не-не, воздух холоднее, да, получается, и подъем влаги почвенной наверх. То есть вынос, причем, элементов питания, которые вымывались с этой водой наверх. Особенно это актуально, кстати, в жарких районах. И плюс это перепады температуры не такие сильные. То есть поскольку и само растение, и уж тем более биота, она не любит стрессов. То есть благодаря вот такой мульче мы создаем им стабильные условия. То есть вообще наша задача – создать на участке такой биоциноз, который был бы стабилен во времени и желательно самодостаточен, да, чтобы у вас на участке работал круговорот веществ, который необходим, который всегда есть в природе, да, и чтобы, скажем, контроль вредителей, да, и регуляция вредителей ипотогенов тоже происходила сама по себе. Но это вот такой идеал. Но это именно трудозатратно получается. Да, но есть в этом моменте трудозатратность – это, конечно, лишняя органика. Стоит вопрос, а где ее взять? И тут сразу хочется вспомнить, как у нас большинство садоводов, да, считает обязательным для себя выгрести все, что только можно выгрести из-под кустарников, да, соскрести все с газонов, да, и вы... А лучше сжечь, там же у нас патоген, там вредители. Сжечь, там бочки у нас дымятся, да. Да, там же у нас куча вредителей, и всех надо, все надо уничтожить, иначе там все зимует, и все сразу же повеснеет, бросается на наше растение, и все это съедается. А обратно взамен они что дают? Только минералку. То есть мы таким образом уже постоянно обедняем свою почву. То есть помимо того, что мы каждый раз устраиваем растениям легкий стресс, потому что одномоментно в раствор, да, почвенный, вносим достаточно такую быстро растворяемую химию, и это как бы одномоментно в этой точке повышает концентрацию солей, это тоже все очень плохо. И мы заменяем естественные процессы вот таким образом. Ну вот по сути замена вот этого вот листового опада на мульчу, это в принципе бессмысленная процедура, мне кажется. Она скорее эстетики дает только, а смысла... Причем эта эстетика, она ведь наша городская эстетика, она чисто человеческая. Мы делаем порядок на участке, исходя из каких-то человеческих понятий. Этого в природе нету. Этого не просто нету, это бы природу нашу уничтожило бы, если бы кто-то такое проводил бы в лесу. Кстати, немцы в свое время очистили свои леса от опавших деревьев, этим гордились, а теперь не знают, как бы их затащить все обратно, потому что сразу же обеднела вся фауна в лесу, особенно насекомые. Нарушится, бьется нос, и все. Поэтому я считаю, это самая большая глупость, когда люди вначале, даже если они это выносят в компост, это лишняя работа, то есть они вначале выгребли, срезали все эти зимующие остатки, а еще лучше с осени все это срезали, многолетних растений, все утащили в компост, молодцы, себя похвалили, как будто другой работы больше вообще не бывает. И положили туда мульчу, которая, в принципе, исполняет ту же самую роль и таит те же, как бы, собственные угрозы. Купили ее за деньги, да, положили ее туда, а потом из компоста через 2-3 года все тащат обратно. То есть, понимаете, это лишняя работа в саду. Нет, она бывает нужна, то есть компост никто не отменял, бесспорно. Она бывает нужна, потому что в дождливую погоду, да, раскладывать, скажем, растительные остатки, свежепрополотые под растениями, бывает неправильно. Они, во-первых, могут обратно укорениться, а во-вторых, под сильными дождями начинают гнить. Поэтому, да, в какой-то период ты это все стараешься тогда унести в компост. Но если хорошая погода, а тем более листовой опад, который сухой, он же, он воздушный, он воздухопроницаемый, он очень хорошо слеживается под снегом, и весной, если он слеживается под снегом, он весной уже не так разлетается. А если это еще и под ветками кустарников ваших, то тем более не разлетается. Поэтому вот на этот момент надо обратить внимание. То есть чистота – это чисто человеческое понятие. Для сада это просто убийственно, на самом деле, и этого лучше не делать. Никто от этого не страдает. И если мы говорим, вот забегая вперед о патогенах, то поверьте, в нашем листовом опаде, и вообще, если у вас уже налажен этот биоциноз, то там столько на каждого патогена есть своих едоков, и на каждого вредителя своих едоков, в том числе и вот в этой подстилке. Это, кстати, даже, я бы сказала, основное место, где живут различные энтомофаги, это подстилка, которую мы образуем, то тут беспокоиться особо даже не о чем. Ольга, слушайте, на самом деле очень много интересной информации. Даже не ожидал, что у нас будет такая длинная вступительная часть. Я надеюсь, что нашим зрителям эта информация вся понравилась. Мне очень. Но хотелось бы нам и поговорить про практические какие-то советы. У нас все любят очень лайфхаки. И как вот это вот то, что все вы сказали, нам переработать и употребить у себя в саду. Получить какие-то конкретные рекомендации. Что вносить, что не вносить. Может, вы посоветуете какие-то конкретные препараты. Потому что органическое земледелие, но тем не менее, все равно у нас очень много сейчас и для органического земледелия продается всего. И люди очень на эти этикетки ведутся, покупают, все это вносят в довольно-таки больших количествах и бесконтрольно. Давайте тогда мы с вами запишем на эту тему отдельный ролик. Конечно, с удовольствием. Прекрасно. Тогда пока мы с вами прощаемся. Но обязательно смотрите продолжение. Мы сейчас с Ольгой продолжим разговаривать на эту интересную тему, которая безусловно всем будет очень полезна. Всего доброго. Пока с вами прощаюсь. С вами был канал Европлант Лайф и Ольга Чененкова, потом никого, то ландшафтный дизайнер. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин